Очень важный матч, очень важный матч, у нас есть форвард, кстати, деньги в этом чемодане, кто не знал, покажи-ка. Полный день. Что он такой полный-то, Лев? С 100-рублевыми купюрами. Привет. Что сегодня с брокком? Как вообще? Ну, я пообедал, брокколи съел в обед, поэтому на ужин тоже можно съесть брокколи. Они там на лицо кто-то пытается садиться. Я думаю, что самое главное сегодня выиграть и сохранить деньги. Кто вообще деньги? Ну, я даже не хочу спрашивать, что будет, если мы проиграем. Мы должны показать, зафиксировать, что у них есть, у нас есть, все честно, ударили по рукам. С артами смотрел матч, у меня просто, блядь, я же не знал, что они тут вообще вытворяют. 3-0, я думаю, я так там переживал, пиздец. Но потом... Молодцы. Реально, самое важное, это победить. Все, блядь, не о деньгах думать точно, блядь, а о каких-то 500 тысяч. Они совершенно не стоят того, эти 500 тысяч. Надо просто победить нам, все. Я не в старте, я, возможно, вообще сегодня не выйду, но это не важно абсолютно. Все наши в сборе, вся наша охуенная команда сегодня играет, поэтому я буду вас с огромной радостью и гордостью смотреть и поддерживать, блядь. Мужики, блядь, вперед, блядь. Здорово, братья. Йо, удачи, блядь. У меня, ебать, тут целый... А ты куда, Олег? За спортивный. У Олега аптечка, смотри. Олег, красный грязь. Нет, у меня вот здесь. Шапка, чтобы не замерзнуть. Плавательная. Плавательная шапка. Вот мои шорты, форма. Здесь все полотенца, чтобы помыться. Бутсы. А вот это что, Олег? Это ты куда засовываешь? Анальный шарик. Санька, это я тебе возвращаю, брат. Не пригодился. Спасибо. Наконец-то мое устройство будет работать. С этим идешь, блядь? Нахуй. О, прикольно. Дай подержать, блядь. Ну что, давайте следующий. Я не отдам, блядь. Горячая котлета, горячая котлета. Кидай мне, кидай. Райзел, лови. Кто? Ты, Райзел. Я? Вот так, как все всегда. Блядь, посмотрите, на льва у него кубики больше, чем у шиши уже. Ты не съезжай. Сегодня главный вопрос. Бабки привезли? Блядь, ты что думаешь, у нас нет денег? Нет, ну где? Ну что, я тебе буду показывать? Ты думаешь, у нас нет денег? Найдем. Ну сейчас выясним, сколько донатами перед игрой уже накидают. За 10 минут до свистка расчет. Сливным бочком попахивает, ребят, да? За 10 минут до свистка расчет. Надо побеждать. В общем, много было сказано и с их стороны, и с нашей. Поэтому сегодня тот, кто победит, будет на коне. Кто-то проиграет, конечно, будет, блядь, немного жрать говно. Кто бы, блядь, это не был. Раз, вот ты правильную команду выбираешь для того, чтобы поболеть. Я лично, конечно, это вас, слава. Думаю, Шиша еще выйдет. Конечно, выйдет. Ну, а что, к там придешь? На плей-офф? Когда? Ну, посмотрим, я тебе напишу. Ну, вы на финал, главный, придите к нам, 29-го. Мы стрим не проводили, братан. А, вот это ваша акция. На спорте лучше, они выиграют, они всех разорвут. На спорте, молодцы! Но сегодня проебут, братан. На сколько, в итоге, сколько собрали? Сколько мы собрали, Рейса? Вот, произведем. Эй, тысяч. Здрасте, здрасте. Тысяч сколько? Тысяч сколько? Тысяч сколько? Да, чем когда мы все равно выиграем? 250 точно есть. 250 есть? 250 есть. Все равно мы выиграем. А где? Где есть? Где? Вот у нас есть. Братан, мы с собой деньги не берем, потому что вы привезли проигрывать, блядь. Мы забираем. Все равно бубни, блядь. Прорубайтесь на фу. Жует, видишь, как, я даже чувствую, это жвачка, блядь. Уруру, блядь! Да мы выиграем, Серег, что ты? Да, уруру, победа за нами. Дарь, блядь, ты у нас, соответственно. Ты спор за тебя, вот ты выходи. И я отвечаю, да? Ну что, они на поле. Главный матч пятого тура медийной футбольной лиги на спорте против Broke Boys. Один из самых принципиальных матчей, которые вообще только можно было выдумать. Ребята сделали, ну, буквально все, чтобы разогнать хайп, драйв, ну и разогнать баллическую энергию. Фанатов сегодня, мне кажется, будет установлен какой-то рекорд. Пацаны, там на самом деле пришло полсектора, блядь, наших фанатов. Guys, there's our fans too. These guys only because they have a lot of years working on YouTube. Our team is too young. But let's, let's do it. Парни, нам нужно с первой секунды. Нам не нужен этот ебаный пропущенный мяч. We don't need this fucking goal. Zero. Вот так вот, блядь. Все сказал, ебашим, блядь, селый расчет. Давай, блядь. Друзья, друга выше, как мы у нас на 10 кг. Давай, блядь. Заброс вперед, на выхода, потихонечку будет там 16 кг лишних. Браво, Абаду, браво, браво. Пацаны, они сдохнут. Давай, блядь, включай вторую скорость. Чего? Че ты говоришь тебе? Я тебя оскорблял или че? Ну че, я говорю, что вы дышите? Че тут борщить-то, блядь? Ты, говоришь, поебалу дам, блядь. Не надо, блядь, следи за языком. Нахуй, ты, говоришь, поебалу дам. Русик, домашнюю заготовочку сейчас исполнят, ребята? Конечно, сейчас все будет как надо, ребят. Я вам так скажу. Посмотрите, сколько сегодня народу. Почему запустили сюда этого техничного... Форварда. Форварда, да. Забивает каждый гол. Тренер и игрок комментируют. Ну, конечно, молодцы. Садись, садись, садись. Сюда, садись, сюда. Да и ладно, еще не подошел что-нибудь. Так, господин тренер, ну-ка предоставьте, игроку действующего, да, гарнитур. Давай, 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 давай. Там капитан, капитан подъехал, ему боится. Кэп. Давай, иди сюда, в команд саммир. Тут уже конкуренция тоже. Тамазаичи. Вот, еще и Кэп, Джики, тут, ну вот. Да ладно, тут еще и комментаторы какие-то еще. Когда с Амкалом играли, даже тогда, я думаю, мы не хотели так сильно выиграть, как сегодня. Это связано только с командой Броук или с тем подогревом, который был на неделе? Все вместе. Это связано со всеми обстоятельствами, со всеми разговорами. Хорош, блядь! Давай, Саня! Да, да, сейчас как раз один из них. Посмотрим, что на спорте предложат нам. Подача в центр штрафной. Здесь неплохо выиграл. Пока что Давыдов, да, как раз. Полезнее всего для команды, в собственной штрафной, а не в чужой. Давай, в дачу, блядь! Первый тайм был такой, мы присматривались друг к другу, то есть он был, наверное, менее такой интересный, чем второй нержавер. Хотя были какие-то подтасовки, стычки, но единственный момент с удалением. Так, и вот пошла контратака, есть пространство с заспанными, нужен бас хороший, Давыдов разгоняется, Давыдов, и вот без мяча. Тяжеловато, да, им было? Тара, 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 все. Он посмотрит, он посмотрит. Это красная, посмотри, кровь идет, ты посмотри, Рэм, посмотри, пожалуйста, повтор. Это красная, пацаны, у нее кровь пошла, прямой ногой зашло. Смотрим повтор. Красную? Красная, красная, красная здесь. Мне не нужно повтор больше, мне не надо повтором, спасибо, это красная карточка. Сос, 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 спокойно, сос. Ты мне нахуй не говори, ты сказал, житель оттуда. На, блядь, на, блядь. Да уйдите нас. На, блядь. Дима Егоров выбежал, раскинул фальшивые деньги, показывает, что все куплено, что судейство куплено, честно, что за матч Райзена успокаивает, просто, я не знаю, с одной стороны это шоу, с другой стороны не хочется в это вмешиваться, и действительно какая-то, ну, прям, конфликт уже, скажем так, на грани, я не знаю. Дмитрий Жилинский показывает красную карточку, под кап, поверх мяча, с шипами, в незащищенное щитком место. Блядь, ну, тарак, блядь. Хорош, браво, блядь. Домой, блядь, домой. Видят, стройп идет, стройп идет. Все. А ты три, блядь. Я могу отличить штрафного от штрафного, блядь. Возделину, вы в десятью ром поиграете, ничего страшного. С другой стороны, понятно, что большие деньги стоят на кону, ребята поспорили, и в самом начале получить удаление не хотел бы никто. Поебать мне на твой игру, блядь. Я не с тобой разговариваю. Блядь, успокойтесь, давай, блядь, блядь, нахуй, давай идем, давай футбол играть, давай футбол играйте, мы смотрим, блядь. Парни, спокойно, нахуй. Все, блядь, спокойно. Это тот словесный понос, который лился от Райзена на десятой минуте в адрес судьи. Я даже пересказывать не буду, я думаю, что это где-то будет выпуск. То есть он накручивает рефа, да? Он накручивал рефа, ну, ты, ну, это просто вот в стиле Райзена, да, только умножьте еще на два, и, соответственно, судья идет смотреть вар, с какими эмоциями он должен посмотреть вар. 10% к этой красной насыпал Райзен. Так что поаплодируйте ему, спасибо, Артем, молодец. Я не могу ссорить все. Есть правила игры, попадаешь высоко, я не могу не удалить. Брат, ну, блядь, ты, блядь, серьезно? Я видел в динамике ниже, на аварии я посмотрел, попадание высоко, это красное, мужик, ничего личного. Момент с удалением, где доказывали все, что ничего не было, но я видел эпизод и был уверен, что сразу нужно было удалять игрока, он прыгнул мне поверх мяча, как бы разрезал ногу, но все видели, что я не упал, то есть я такой человек, что стоял и понимал, что это фол, но окей, судья все правильно сделал, я считаю, ему большой респект. Все говорят, арбитр сломал игру, да? А почему они не предъявляют своему игроку, который так сделал? Который прыгает и на пятой минуте или на какой-то там он несется, бежит на десятой минуте, прыгает ногами вперед. Зачем? Он знает правила, понимаешь? Давай на спорте! Команда! Команда! Кип голый! Кип голый! Продолжаем репортаж, 16-я минута, Броу Бойс на спорте, но сейчас будет совсем другой футбол. Нейль, как ты думаешь, ну, понятно, что сильно изменится игра, но не будет ли игра такого более закрытой и может быть такой нервной? Ну, нам только игра покажет. Денис, можно спросить, а видели такое где-нибудь именно в премьер-лиге? Есть там такой же накал страстей? Не, ну, такой матч интересный, но сейчас начнется заруба, мне кажется, будут биться, убиваться. У них же споры свои. Да, да, здесь вот грижу. 15-я минута, совершенно необязательно не подкат. Перегорел? Просто пошел в подкат, понятное дело, сейчас эмоциональный матч. Какой-то жесткий момент произошел с Давыдовым. Трибуны! Броуков скандирует, удаляй, потому что хотят ответное удаление, я не знаю почему. Память, сука, разрушает, рыб, брах, долбое, что там, блядь, такое, блядь, зашлое? Да, рыб, блядь, сука, блядь. Здесь штрафной, Давыдов зарабатывает штрафной, очень опасный. Видишь, здесь? Дед, пришел, здесь? Пошли, пошли! Хорош, блядь! Ой, хорош! Хорош, блядь! Причем, смотрите, четыре нападающих броков было перед мячом, прям, ни одного на спорте. Тегиев, смотрите-ка, в меньшинстве, Рокбойс, они на духе, подача, момент еще один! Ух ты, он бил, Тегиев бил, очень опасный. Ой, блядь, да ну нахуй! Хорошо, что же не летят на последний. 20 минут прошло, сменили Володю Ксель и Саньку Текилу, вышел Гера Петросов и Кирилл Дубников, посмотрим, что сделает эта парочка нападения. Их удалили игрока, они еще сильнее забегали. Так, неутренний момент. Ой, И до стенки наносил, там Давыда, это забивание. Давыда по-прежнему, священ, он вратарский бьет. Совсем от трюга. Ну, пошли, давай, давай, давай! Забивай парад, пацаны! Да Илюмяров у нас здесь комментирует. Да кого только здесь нет, здесь, смотри, здесь все трибуны, весь мир сегодня, Глушак, посмотри, радуется, смотрит футбол. Сегодня здесь невероятно что. Хоть где-то он посмотрит, нормальный футбол. у нас портит атака! Вот так, давай, 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 пацаны! Могу отметить их, то, что они, ну, боролись, и нам было трудно забить этот первый гол. Если бы мы первый гол бы забили, я думаю, там счет был бы уже два, то и больше. Давыд, ой-ой-ой, ножницами, хороший вынос, всегда пас. Пацаны, Геройска, пацаны, с мячом! Давай! Ой, блядь! Во-первых, Диара, здесь в стиле Гарета Бейла. Я успел пробиться, но нет, хотя нет. Скажу честно, игры ФНЛ, которые я отсудил с 2015 года до 2021, намного скучнее. Пробить Диаре? Да, да, это пробивная ситуация. Штаре, да. И вот еще Ильдам! Блядь! Ой-ой-ой, дуб, дуб, давай! Добро! 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 На спорте! С'il vous plaît, это очень важно. Это будет один игрок, который будет менять кови, ребята. Это будет момент, что нужно мутирить маё, дать фон. Так, брат, брат, стой, ты неправильно объясняешь. Парни, слушайте, сейчас у Winline можно получить фрибет до 10 тысяч. Что нужно сделать? Правильно, перейти по ссылке в закрепленном комментарии, зарегистрироваться и узнать, какой фрибет выпадет именно вам. Поняли? О, вот это понятно. Хочу отметить то, что Машу все-таки действительно слышно. На фонансском секторе опоку не успел немножечко. Чуть-чуть ему не хватило, чтобы забить первый гол. Пацаны, так держай. В один день команде уже начинаешь гнать. Не, не, просто пиздеть не надо, дохуя. Не, пиздеть не надо. Если ты за базар включаешь, то не нужно было говорить то, что на поле говорил. Что я тебе сказал такого? Что ты заводишь? Мы не пиздим. Ты матом, блядь, разговариваешь со мной, слышь? Через слово, блядь. Успокойся, Успокойся, говорю. Потом, блядь, не буду я с тобой общаться. Да, блядь, накалено было сейчас. Они могут забить голом только со стандарта. Больше ничего не могут сделать. Только со стандарта. Не надо фалить. Если у Давыда мяч и прыгать, не надо его трогать. Судья, он опытный игрок, ему будут давать, подслуживать будут, понимаешь? Давайте, докажем все на поле, потому что они уже, мы обратно шли, они уже начинают пиздить, блядь. Тегиев хочет со мной разобраться, попиздиться после, я тебе въебало дам. Послушайте, не надо, но пейшн, пейшн, гайз, пейшн, бот, летс скор, летс скор. Тут у нас очень клевая футбольная атмосфера, здесь парни из других команд и все время от времени включаются в эфир и этот эфир, я думаю, войдет в историю. Ребята, блядь, нужно забивать сейчас, давайте, просто больше делаем все, давай сюда. Люди, другая моя всегда, мы разом не те свисток и второй тайм стартовал. Ребят, вы бы видели, здесь уже начинается заруба между Ещенко и Клушакова. Матч, что продолжается опять. И начался он с опасного заброса, который не смог перехватить Диму Тарасов и даже усугубил положение своей головой немного. Перетаскивают этот мяч, подключая в том числе центральных защитников. На левый фланг перевод. Ладо, пойдет дриблинг, даже нет сомнений. Вот его ложные движения на себя, под себя, там уже партнеры ждут. Ладо, прострел и, в общем-то, обошлось здесь без обострения. Ну-ка, Давыдов! Давыдов убегает один на один. Давыдов бежит! Катрес! Красная карточка Алексу! Интересно будет. Интересно. Это красная карточка! по мнению арбитра, ну вот, собственно, те самые стычки, драки, о которых вверх. Там, только прикладство доходит. Ну ты подходишь! Иди вверх! Иди вверх! Иди вверх! Аплодисменизаторов! Блядь! Сдюардов! Блядь! Райзен! Я провоцирую двум ему! Поправили маску! Упокойся, блядь! Я тебе говорю, прямые эфиры, нахуй! Да, блядь, нахуй! Пусть он вверх! Ну ты чё? Успокойся, блядь! Я тебе говорю, успокойся! Ты завелся, сядь туда! Я тебе говорю, сядь туда! Я тебе говорю, сядь туда, блядь! Нихуя, ну если хуеплет уже наглеет, конечно, надо нахуй опасать, я просто не слышу. Ну ты согласен, что это было вообще лишено? Это неуместно для футбольного поля, это 100%. Но я хочу сказать то, что я после матча подошел к Райзену, я с ним обговорил все, сказал то, что ничего личного, это только эмоция, извинился. Мы пожали руки, но если бы он был здесь, я думаю, мы бы поговорили на этот счет. Очень сложный момент, очень сложный. Подтверждение лишения команды в равных составах, второе удаление в этом матче могло ли быть иначе в игре с таким напряжением, с такой цоворухой. И драка есть, две красные есть. Удаление у команды на спорте. Покидает поле Алекс Делё Ндогма. Когда я пересмотрел дома, да, если честно, красный карман. Красавец. Вау! Поподисменты. Самое главное, ребят, честно, я сейчас тоже так... Такое бывает, да? Я немножечко вскроюсь. Такое бывает у нас в лиге, что человек просто признал, что ему была красная. Честно, я немножко сейчас вскроюсь. Если я сейчас буду еще говорить о том, что это не красная карточка, такой пиздец начнется. Броу Кью Ду Споля. Но вообще говоря, Давыдов дернул рукой, а потом еще сверху ладонью подтолкнул. Момент, когда я падаю, я с ногами, не специально, случайно. Вот. Вот. То есть тебе не хватило хитрости, чтобы сразу упасть? Ну вот, вот, да, да, да. Вот, видишь, сам не наваживал. Саслан сразу сказал, когда Алекс пришел, Саслан сказал, что Алекс, тебе надо было падать, когда он на тебя руку положил. Но Алекс боец, он не падает. У нас вообще команда, вы понимаете? Шипами входит в ногу, блин, Атара просто стоит вот так, как скульптура. Сейчас яг забьет волк, смотри. Самое опасное. Мимо! Браво, маха, красава. Угромки, походу, у судья в перерыве занесли, и они решили подравнять составчик. Смотрим за стандартом. Вот она подача на дальнюю штангу. Да, он перекладил его, и красивое спасение. Давайте, пацаны, нажимайте! Смотрим за этим стандартом. Ура! Подается, это штрафной, можно добить. Здесь уже сложно, уже, но выскакивали защитники. И прострелил! Шанцы! Все-таки сумел, заковыряли! Дмитрий Жилинский сразу говорит о том, что повтор он посмотрит. Дубников там машет головой, будто бы... будто бы вот сейчас Наиль прав. И действительно там случилось что-то, какое-то касание руки. А мы понимаем, что здесь, в атаке, в таком эпизоде, любое касание – это отмена гола. Что там, рука была, нет? Сейчас смотрим. Я просто нахуй смотрю, что хочешь, ничего не было. Хуем забил, ёпт! Хуем, я его животом вот так занесу, нахуй! Вот здесь, корпус! Нет, 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 нет! Смотри, давай. Здесь. Рука в стороне. Нет, это чистый гол. И 1-0 на сборке выходит вперед! Сидит нахуй! Сидит, блядь! Это был очень важный гол. А поэтому я очень рад за него и за всю команду. Пиздец. Я в ахуе. Очень тяжелый. Скажи, да? Очень тяжелый. Спрашиваю, блядь, там сейчас на руку Вар смотрят. Он такой, да пусть махуй смотрят, я хуем забил, блядь! Ну он занес сам, блядь! Да, его надо! Он, по-моему, вышел на середину поля и все время вот так стоял, как настоящий дуб. В лицо! То есть он знал, что он забил хуем. И только на листва упал. Ну что, рассказывай, что там за эмоции были. Потому что у вас буквально за 5 минут от негатива такого чистейшего, да, связанного с удалением. Не было негатива, кстати. Не было негатива. Согласен, что его красная? Не согласен, но негатива не было. Я считаю, что... Я так мельком посмотрел эпизод, но я вживую видел, я разминался. Мне показалось, что Давыдов положил руку на Аликса. То есть он первый спалил, да? Да, и Аликсу нужно было, конечно, немного схитрить и упасть. Команды не могут расслабиться, очень сильно эмоционируют. Слово за слово. Вообще от людей, которые не имеют отношения к команде, я пытаюсь, наоборот, всех, ну знаете, так как бы успокоить, потому что это не нужно. Скажи мне, Сань, что происходило с командой, когда она была в большинстве? Ну все ожидали, что все, сейчас плюс один игрок. На спорте возьмут мяч. А в итоге моментов-то больше было у Брук. Есть волнение, на самом деле. И наша команда очень любит первое пропустить. И после этого уже заводится на полную мощь. В первой игре против Бруков мы тоже пропустили. И после этого уже поперли вперед. Есть волнение, потому что серьезный матч. Но и надо признать, что у Бруков очень сильная команда. Бруков на спорте! На спорте побежать! Эй! Я никогда не устал в портале! 69-ая минута. Броук бойс против на спорте. Самая горячая игра турнира пока что. Внимание! Моменту на спорте! Ну ничего, сейчас зайдет вторая. Я на 2-0 ставил. 3-1, 2-0 у меня. Форм минус полтора, короче. У меня 2 ставки на винлайне. 2-0 и 3-1. И тем временем очень сильно начали давить Бруков. Прям видно как Бруки сели, как Бруки проседают. И честно говоря, если все будет... Не, не, я тебя не обижу. Вот это... Ладо, ладо, ладо! На камере все, если я увижу, это убил от этого человека. Это фанаты, брат. Фанаты так не делают, так только хейтеры делают. С участием Дьякова, но это стандарты. Больше. Розыгрыш, элегантная передача в касание! Ах, сейчас бы бывает такое. Между ног бы пролетело, сучка. Нормально. Десять на десять команды играют. Десять на десять. Заброс вперед. Здесь голкипер в свое время вышел из ворот, мяч выловил. Давай, Ладо, один, один, один. Он придет, придет, придет. О, на фланге классный подкат. Розефир, ничего не было, блин. Ничего не было. Продолжаем играть. Шевенов. Разрез передачи классный. Ничего надо видеть. По-моему, ногу у него сводит. Что за ультрасы просто? Что там творится? Так, 75-я минута. Это развязка. На спорте с мячом. То ли удар, то ли прострел. Что-то такое, знаешь, гибридное. Отметить, в каком же сегодня порядке Иван Зириков. Очень уверенная игра. На выходах, на ленточке. Герани опять всмахивает этот мяч, словно муху. Повтор. Вот так, кончиками пальцев. Второй, там вообще нет Брока или Броколи. Да, вообще, им не видно. Номер вон в деле. Дьяко, фирменная такая ростовская диагода. Ляляпин на дальнюю штангу. Поближе! Можно бить и... Опорная была. Или опорная. Опорная была или как. А, еще отскок от ноги получается. Да, в правилах сказано, если рука находится между телом и землей в момент касания, даже она еще не опорная, но уже. Он на нее пытается приземлиться. Мы не можем за это наказывать его. Продолжить игру. Ну как, ну как, ну как, блядь, ну как это, блядь, не пенка, блядь? Ну, по правилам игры. Бля, по правилам игры человек рукой мяч, блядь, просто траекторию мяча, блядь, меняет рукой. Не попадает даже. Никакой руки, нахуй, чисто все было. Вперед на спорте. Вперед на спорте! 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 Может быть, какой-то заряд он там подготовит, да, чтобы вместе с фанами. Подача! Скидка дальше. Там и Дьяков тоже рядом. Момент! Надо развернуться, пробить. Кто решится на удар? Дьяков! Подача! Еще одна и Давыдов! Роман! Ну а куда уже? Понятное дело... Уже как в FIFA режим суперпрессика, суператаки, да? Я думаю, что и добавят еще много. Поэтому время есть. Ну, кстати, да. Ой, блядь! Ой, что творят! Ой! А там что-то произошло с Коби со штабной площадки. Арбитр хочет посмотреть этот эпизод. Смотрим. По этому повтору я не вижу нарушения правила. Вот, может, здесь. Чуть-чуть раньше, ребят, чуть раньше, да? А, вот этот, вот этот повтор. Да-да-да-да-да-да-да. Но нет. Нет, нет, нет. Это игровой контакт. Мы такие же уже трактовали, да. Отличный, отличный повтор, ребят. Да, здесь все видно. И Дмитрий Жилинский, да, может быть, коснулся там лица. Просто касание, это не фол. Это не нарушение правил. Точно это не фол на красную карту. Мне кажется, в такой игре, что красную дать нужно бензопилой кому-то отрубить. И пенки, блядь, не было. У человека просто пенки нет. Правила, блядь, выучи, ёбой рот. Иди давай отсюда. Какие правила? У него рука, блядь, на весу, блядь. Ты слышал что-нибудь про правила руки в опоре? Блядь, блядь, иди сюда. Какая там опора? Слышал? Слышал? Смотри сейчас. Играй рукой. Потому что, а, рука близко к телу. Б, она используется для опоры тела. Так прям прописано в трактовых правил современных. И в момент опоры она вертикальна к земле. То есть она не в сторону отправлена, а вот так вот внизу. Не вижу ни одного критерия для назначения пенали. Концентрацион, блядь! Концентра... Шухлян! Блядь, на всех языках ему захуярить могу. Ни хаху, ни хуяу! Продолжаем игру. Девяностая минута. Да, внимание, передача. Блядь, как. Такой короче момент был. Как Дуб разобрался с друзья. Как Амаду вырезал на Володеньку. Их цель не забил. На спорте! На спорте! На спорте! Дьяков. Девшую ногу, это жёсткое нарушение правил. Я думаю, жёлтое будет, так и есть. Какая-то карточка, блядь! Блядь, блядь! Блядь, полный грызь пиздец будет. Покойно, да. Тара, Тара! Успокойся! 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 Началось! Точнее продолжается. Уто нельзя! Ты чё, блядь, вышел на поле, нахуй? Уже начинается какое-то, повторюсь, поп-ММА. Насчёт разговорчивости Тарасова от Райзена. Тарасов среагирует. Ну, конечно, это опасно. Чё-то матом на меня сказал, чувак вышел. Я вот это вообще не понимаю. То есть, есть игроки на поле, которые должны и могут мне что-то говорить. Там, окей, это нормальная ситуация, но когда выходит уже там какой-то персонал, там, игрок, который не играл, переодетый вообще не в форму. То есть, зачем кого-то матом или что-то говорить? Вот эти вещи мне непонятны. Из-за этого я завёлся тоже и произошёл какой-то конфликт. Но после игры все эмоции улегли. Ещё мне запомнились болельщики Броков, которые хуесосили мне всю игру. И спасибо большое, ребята, блядь. Хуесосит дальше мне, это только заводит. Тириков остаётся на своей половине, чтобы далеко вынести. Ну-ка, последний шанс Броков! Вот она борьба! Давыдов! Здорово, блядь! Здорово, здорово! Ой, блядь! И Дьяков не забивает! Вот он, шанс! Миталь и Дьяков! Максим Швагерев! По мнению Наилю Мярова... Смотри, здесь ещё и горбом передачу сделал Давыдов, да? Может быть, чуть-чуть осталось. И конец! Один ноль на сбору! Да, забили всех! Да, блядь! Вот так! Вот так, блядь! Блядь, блядь! Блядь, блядь! Блядь, блядь, блядь! Я ступлю, блядь, блядь! Блядь, блядь! 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 Блядь, блядь! 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 Я знал, что мы выиграем, по любому! Я пацанам, как и узнал, что мы будем с вами играть, я всем сказал, что мы выиграем вас, пацаны, сори, но так и получилось. Я скажу так, что я уважительно всегда отношусь к сопернику, с кем бы ни играл, и сегодня ребята показывали нормальную, достойную игру, и я считаю, что получилась нормальная, зрелищная игра для болельщиков, но мы выиграли, и это самое главное. Но им большой респект, ребятам, кто играл, особенно Давыду. Дубников после игры нам рассказал тоже, что он ушел, но его жену шлюха качали и так далее, он просто молча ушел и уехал с этого конфликта. Дима Егоров писал у себя в телеге, что гордится тем, что как раз болельщики Броуков ни лишнего слова, ни с точки зрения расизма. Вот кто-кто, если бы это сказал, Текила, например, рассказал Илья, могли бы не поверить, что мы какую-то хуйню раздуваем, но вот когда Дубников это говорит, я ему верю на 100%. Ну, они там кричали, типа, Текила, дохуила, ну, я считаю, это очень грязно, он не заслуживает такого. Мне кричали, что давай домой к себе езжай, ну, типа, вот такого. Это, конечно, может тебя сбить, но меня как-то это более подстегивало, типа, бляд, я сейчас вам, бляд, докажу, что вы не правы. Ну, блин, атмосфера крутая, конечно, и наших болельщиков было тоже очень хорошо слышно, особенно Машу было очень хорошо слышно. Я уверен, что самая эмоциональная игра была всей этой медийной футбольной лиги, для меня в частности тоже, я был очень сконцентрирован, очень заряжен на борьбу, на все, короче, на победу. Очень хотелось победить, чего мы добились, все остальное уже в прошлое. Было пенальти, нет, удаление, не удаление, пофигу вообще, нам насрать на все, мы выиграли, это самое главное, и спор, который мы спорили, тоже выиграли. Для меня это был принципиальный момент, я просто жду деньги, ребят, и все. Я ничего не буду говорить, просто, бляд, давайте друг другу похлопаем, и, бляд, прокричим наше сначала. Друг за друга мы всегда, выразбортесь за пистарион! Моемся, в 0.30 ресторан! Друг за друга мы всегда, выразбор cyber! Объявление!